Звезд Тилантливый рэпер, который прославился лишь весной этого года, 2018-го. Ее композиция «Мокрые кроссы» стала треком номер один в ВКонтакте по популярности Тима Белорусских. Давайте поаплодируем парню 20 лет. Место рождения, как вы, наверное, догадались, Минск, Беларусь. Но потому что Тима Белорусских. Тим, привет. Привет, друзья. Очень рады, что ты приехал к нам, что пришел к нам в студию. Слушай, таким образом мы узнали, что в Белоруссии жив рэп. Я так понимаю. Всегда был жив. Всегда был жив? Подожди, или ты первый в этой плеяде? Нет, конечно. Ну расскажи хоть чуть-чуть. То есть реально в Белоруссии много рэп-артистов, которых мы просто, может быть, не знаем до сих пор. Мы знаем, только Айова приехала к нам. Но это не рэп, понятное дело. Мы знаем Колдуна, безусловно. Тоже не рэп вообще. Тоже не рэп. Я уж не говорю про советскую эстраду, про ансамбль, который мы помним. Там рэпа сразу не было. То есть реально рэп в Белоруссии есть? Прям вот не хуже, чем у вас. Не хуже. Мы очень в это ведем. Пытаюсь вспомнить. Ляп Струбецко ведь тоже в Белоруссии, да? Там тоже не рэп. Ты сейчас вот, да, давай. Скажи, Тим, правда ли, что твоя настоящая фамилия Русских? Нет. Значит, Белорусских. Врут, так, зачеркнем. А правда ли, что рэпом ты занялся лишь зимой прошлого года? Нет. Что ж такое? А кто же это пишет вообще? А что до этого было? Расскажи, когда ты начал заниматься? Ну, динозавры, потом появился я. Так, понятно, сразу после динозавров. Нет, как бы музыкой я занимался всегда, с детства я занимался на таком инструменте, как виолончель. Ну именно рэп-музыка когда появилась? Вот, в классе, наверное, не знаю, может. У виолончелиста, да? В виолончелиста, да, у мальчика, который занимался и выступал в филармонии. И вот так вот его... Ты реально выступал в филармонии? У тебя был успех? Ну, не то, что успех, как бы я занимался. Или это было плановое выступление в музыкальной школе? Как бы да, я занимался, то есть и были у нас такие концерты там по субботам, куда всех приглашали. А где сейчас виолончель? Если я не ошибаюсь, она продана уже. Понятно. Она стояла, пылилась дома и в какой-то момент она просто... Место занимала, ну, понятно. Не, ну почему я, в переходах играл, на ней ходил, как бы. Но потом в какой-то момент... Понятно, понял, что в переходах много не заработаешь, да, и тут появилась композиция «Мокрые кроссы», которая просто, ну, здорово хайпанула, сейчас по-модному, сейчас выражаемся, да, в Ютьюбе. Это для тебя было неожиданностью? Скажи. Да. Честно. То есть ты просто сделал произведение, закинул в Ютьюб и все, а дальше... Нет, ну, не совсем так, то есть, во-первых, я работал, я вообще не видел никаких перспектив вообще-то, я работал, подписывал песни и в какой-то момент, да, я возобновил общение с ребятами из лейбла «Кауфман», есть у нас такая тема, это единственный белорусский рэп-лейбл вообще, то есть больше нету аналогов, то есть я пока что его единственный артист, то есть мы это все развиваем сами, это наши ребята, то есть это не какая-то коммерция, мы вот просто друзья, и мы вот сделали такую вот, скажем, движуху на свой дом в Минске, мы его снимаем, там находится студия. В студии, понятно, и там, собственно, творить. Просто приехал, да, и как бы у нас такая команда, и мы прям все односельно. Подожди, ты говоришь, возобновил общение с лейблом, а до этого у тебя тоже с ними были какие-то? Ну, как бы, да, да, я работал тоже с ними, как бы, и в какой-то момент мы поняли, что мы как-то немного друг другу надоели, ну, полгода не общались, вот сейчас разнобили опять, и... Тим, давай сейчас представим для тех, кто не знает, что такое модные кроссы, да, мокрые кроссы, прости, та композиция, которая является хедлайнером твоего творчества на данный момент. Давай представим широкую аудиторию, девчонки, поаплодируем. Тима Белорусских и мокрые кроссы. Тима Белорусских и мокрые кроссы. И я бы хотел вместе с ним просто забрать тебя себе и держать из всех сил. Но новый день, и я опять невыносим. И ты уходишь, будто бы я тебя попросил. И я вроде как счастлив, но явно к тебе привязан. На нашей улице сказки фонари для нас не гаснут. Можешь продолжить, не стечешь, легче не станет никому. Так что прыгай ко мне, пока я ловлю. Да ладно, я словлю. И пускай капает, капает с неба Иду в мокрых грозах к тебе, где бы я не был Для остальных я занят звонки без ответа Дай тип к тебе, дай тип к тебе Не замечай меня, ведь я ухожу в нет. Не зови меня назад, ведь там нас больше нет. Я вновь закрыл глаза и закрылся от всех. Так что останешься ли ты, больше не важно мне. Видишь мокрый насквозь до глубины души. И этот недодождик не сможет потушить. Желание дойти, хотя поговорить, и я падаю без сил. И мне не нужен зод, мне не нужен никто. Клюв были мокрые, кроссы по лужам, и я знал, что меня ждет. Ведь нас с тобой как никого несет. Так что можешь молчать и дальше, ну что понять, мне не надо слов. Для других нас нету, ноги еле плетутся. С нами свобода ветра, только не надо дуться. Я пройду километр, иль не захочу вернуться. Все будет хорошо, но мне надо переобуться. И пускай капает, капает небо. Иду в мокрый гроза к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответов. Дойти к тебе, дойти к тебе. И пускай капает, капает небо. Иду в мокрый гроза к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответов. Дойти к тебе, дойти к тебе. И пускай капает, капает небо. Иду в мокрый гроза к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответов. Дойти к тебе, дойти к тебе. И пускай капает, капает небо. Иду в мокрый гроза к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят Звонки без ответа Дай тип к тебе Дай тип к тебе Тима белорусских Тим, ну точно надо переодеться Не то, что переобуться, переодеться Понимаешь, у нас в России У нас рэперы ходят не так Не так, как в Беларуси То есть тебе нужно отрастить бороду Сделать пару тату крутых Вот, а то ты что-то как-то не выглядишь на рэпера Понимаешь, ну никак Ну, как бы Или тебе нормально? Нет, все слышно Да, мне нормально Или ты считаешь, что это вообще нет креста Вот на груди у тебя вот от большого Это Стас Михайлов Ты путаешь все Ну как-то нет желания Показывать вот это рэперство Я бы не назвался рэпером, если честно А как? Есть просто музыка, которую мне нравится делать Я могу в каких-то местах зачитать Где-то спеть, где-то могу покричать Где-то могу поволчать Это и рэпом не назовешь Когда помолчишь, это действительно рэпом не назовешь Рэп вообще сейчас это Я не знаю, рэпом уже можно тогда все назвать Музыка настолько сейчас Развилась Да, да, но в России, понимаешь, эта поляна сейчас очень сильно утоптана Такое ощущение, что рэперов как собак нерезанных Ты не боишься, что тут тесновато, как говорится, на этой площадке сейчас На данный момент Мы готовим альбом И Выдет альбом, время покажет, да? Это будет нечто, я думаю Понимаешь, я почему об этом говорю Я сейчас не то, что там тебя хочу завалить вопросами Но у меня, честно говоря, поразил просто график выступлений твоих То есть это реально большой российский тур Это не то, что сейчас Тим приехал Тут в одном клубе выступит и идет обратно в Белоруссию Смотрите, Москва, 15 декабря, да, главклаб Дальше большой тур по России Питер, Новосибирск, Осноярск, Томск, Челябинск, Витебск, Тюмень, Пермь, Екатеринбург Плюс к этому Рига, плюс к этому Одесса Не страшно? Так замахнуться На самом деле мы вот сейчас вот откатали Белоруссию У нас закончились концерты в Белоруссии Помимо Витебска, который будет Ну это чистый кайф, не знаю Я вот позавчера был в Риге, я прям вот открыл график Я смотрю, что Рига Я просто увидел, сколько концертов было до этого И я понял, что мы это сделали, что это круто Но ты уже нормально себя на сцене чувствуешь? Если ты работал в студии, если ты работал на интернет То есть вот через эту Как бы историю, через эту дверку зашел Сейчас на сцене ты себя как чувствуешь? С публикой у тебя какие отношения? Ты им в глаза смотришь? Да Выступление это чистый кайф Тем более люди, которые сами приходят на концерты Это прям вообще ярые люди Особенно когда ты куда-то в область приезжаешь Они прям вообще безумно счастливы Просто за то, что ты приехал Да, бывает, я не спорю У меня мандражат перед каждым выступлением Но там как бы от публики все зависит То есть один-два трека и все Я чувствую себя спокойно Давайте Тиму поаплодируем Поддержим его, да? Сейчас небольшое перебивочка в лайфчате Поговорим о нашем культурном шоке Ну а дальше продолжим Итак, у нас в гостях Не буду теперь говорить, что рэпер Просто молодой и талантливый музыкант из Беларуси Тима Белорусских Давайте еще раз поаплодируем И попросим Тиму еще одну работу Которая называется «Незабудка» Кстати, прочитал, что эта песня была основана на реальных событиях Якобы легла личная трагедия на любовном фронте Что, мне вот прям интересно, где уберите всю информацию Прям познавательно с вами пообщаться, честно Вот так вот по тебе про тебя уже расскажем Есть такие источники, ты знаешь, могу тебе потом в интернете показать Тебе уже много пишут Прям вот вы у меня удивляетесь с каждым разом Ну что, правда не было? Ну как бы... Ну как появилась незабудка, скажи мне Цели не было, хорошо Просто силой застрадал Возможно что-то... Это какая-то подсознательная, наверное Давай послушаем Давай подсознательно послушаем Девчонки, поаплодируем, да? Ты далеко, но как за моим окном Я рад тебе, хоть и вижу мельком Но кидаешь в игнор, когда я не молчу Говорю Не забудь-ка, твой любимый цветок Воздушный поцелуй станет самым горьким Ты любишь говорить, что я тебя не люблю Что любить могут одни девчонки Не забудь-ка, твой любимый цветок Воздушный поцелуй станет самым горьким Ты любишь говорить, что я тебя не люблю Я в дороге к тебе с букетом в руках Еду зайцем прямиком к твоему сердцу Уже не важно, где меня не гложет страх Тебе от меня никуда не деться Все могло закончиться здесь, не начавшись Но мы бы с тобой не узнали, кому мы нужны И этот день я помню, будто бы вчерашний Потому что с тобой дня мы не мы Я много куда опоздал без обид Но ведь отныне я стараюсь все успевать срок Возможно, мало делал для нашей любви Но до конца жизни помню, не забудка твой цветок Не забудка твой любимый цветок К воздушной поцелуи станет самым горьким Ты любишь говорить, что я тебя не люблю Что любить могут одни девчонки Не забудка твой любимый цветок Воздушной поцелуи станет самым горьким Ты любишь говорить, что я тебя не люблю Что любить могут одни девчонки Тима Белорусских, артист из Беларуси, понятно Далее Тима будет Московских 15 декабря Потом Питерских, Новосибирских, Красноярских, Томских, Чайбинских, Витебских, Тюменских, Пермских, Екатеринбургских Тима Белорусских, приятно познакомиться Удачи, хорошего тура И до новых встреч, счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok